Всем привет! Меня зовут Лена и рада приветствовать вас на своем канале. По одному из своих образований я психолог, и сегодня я хочу с вами поговорить о детях и о тех фразах, которые автоматически иногда вылетают и которые не способствуют развитию наших детей. Меня не волнует, что ты хочешь, все будет так, как я сказала. Конечно, иногда такие фразы имеют смысл, но форма очень важна, то, как мы говорим. Такая фраза звучит очень грубо, она полностью обесценивает ребенка как человека и звучит достаточно унизительно. Самооценка после такой фразы у ребенка упадет, ему не захочется ничего делать, и он не почувствует в себе какие-то внутренние силы для того, чтобы добиваться. Пусть будет по-твоему, только успокойся и не плачь. Это противоположная фраза предыдущей. И это тоже не есть хорошо, потому что родители — это взрослые люди, на которых ребенок должен положиться и может опереться. И когда он понимает, что родители слабее его, и он может плачем или своими капризами добиваться чего-то, то это тоже не полезно для него. «Вечно ты все портишь» или, как в наши времена говорили, «у тебя руки не из того места растут». Сейчас я как-то реже слышу эту фразу. И, конечно же, она веет такой какой-то неуверенностью и апатичностью. Когда такое слышишь, то даже руки опускаются, и совершенно ничего не хочется делать. Не хочется проявлять какую-то свою инициативу. И вряд ли ребенок после такой фразы возьмется с удовольствием за какие-то новые дела. И даже если он что-то испортил, разлил, разбил, то покажите ему такой эффективный способ решения этой проблемы. Не охайте, ахайте, что все, конец света. А наоборот, подумайте вместе и решите, что можно сделать, как исправить. В общем-то, стаканы тоже бьются, да, собрали стекло, главное, чтобы никто не порезался. Важны все-таки не вещи, а отношения. И своим подходом вы научите ребенка справляться со сложностями, которые будут возникать у него на пути. У него не опустятся руки, что бы ни произошло, а он подумает и вспомнит вашу фразу из детства. «Как можно исправить? Что делаем сейчас?» «У тебя ничего не получится». Ну, здесь понятно, некоторые родители думают, что таким образом они могут мотивировать своего ребенка на какие-то поступки. Но на самом деле в этой фразе заключена какая-то огромная неверие в ребенка. А ребенок, который верит в себя, он горы свернет. Плохо говорить про отца или про мать ребенка. Что бы ни сделал этот человек, не нужно говорить ничего плохого, потому что ребенок понимает, что он наполовину состоит. Это его корни. Половина мамы и половина папы. И какой бы папа или мама не были плохие, даже если там есть какие-то реальные ошибки, которые совершают эти люди, лучше все равно найти какие-то плюсы. И таким образом вы подкрепите самооценку ребенка и не разрушите и не обрежете его корни. Конечно, еще одна большая и очень популярная ошибка — это сравнивать своего ребенка с другими детьми. Наш ребенок не имеет никакого отношения к той истории, к другим детям. И если уж хотите сравнивать, то сравнивайте его с его собственными достижениями. Например, год назад можно найти тетрадки с первого класса или со второго, пересмотреть и сказать «посмотри, как многому ты научился». Чтобы ребенок всегда чувствовал вот этот свой рост и то, что он идет вперед. Лучше хвалить какие-то достоинства и искать плюсы, нежели всегда подмечать минусы. Вот есть такие родители, которые просто ждут, ждут какой-то ошибки, чтобы быстрее ее подметить и начинать уже зудить и разворачивать эту тему. Это никак не способствует развитию вашего ребенка. Наша задача как родителей — это помочь ребенку адаптироваться в этом мире, а не привить ему чувство растерянности. Вот такие, казалось бы, простые вещи, но они до сих пор встречаются в наше время. И я предлагаю вам выписать их, повесить, например, этот список на холодильник, обсудить с супругом и вместе попытаться отследить за собой фразы, которые вы можете бессознательно говорить. Эти фразы могли говорить вам родители, их родители, и таким образом они остаются такими какими-то неосязаемыми. И вроде бы вы даже и не хотели бы дать такое послание своему ребенку, что у него руки не оттуда растут. Но заметив какую-то там вещь, которую не так сделала, порванную книжку, это автоматически так получается. Поэтому очень важно отследить это у себя внутри, и вы можете договориться со своим партнером, что вы вместе неделю или две недели работаете над отслеживанием вот таких фраз, и когда у кого-то она проскальзывает, вы даете какой-то такой незаметный знак друг другу. Потому что когда мы читаем какие-то большие объемы информации, да, мы их поглощаем, поглощаем, но если мы не тренируем, то они так и не прививаются к нам, и получаются такие совершенно бесполезные. Поэтому я советую все-таки отрабатывать такие вещи. Напишите мне внизу фразы, которые вы говорите своим детям, которые вы считаете непродуктивные, и от которых бы вы хотели избавиться, и мы пополним этот список. Я желаю вам любить своих детей, наслаждаться своей семьей, и почаще говорить друг другу «Я тебя люблю». Пока!